Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы рассмотрим новинку Realme GT Neo 3, которую сразу будем сравнивать с предшественником Neo 2. Все познается в сравнении, и для того, чтобы лучше понять, в каких аспектах новинка превосходит предшественника, я специально заказал Neo 2. Думаю, многие задаются вопросом, а стоит ли обновляться и переходить на Neo 3? И в этом видео мы как раз это выясним. Стоимость GT Neo 3 сейчас на просторах Алиэкспресс вартируется в районе 30 тысяч рублей или 440 долларов, и это за версию 828 ГБ. Neo 2 будет немного дешевле, 29 тысяч или 425 долларов, но это за версию 1256, и осталось их совсем немного, хотя китайских версий по 20 тысяч пруд-пруди, но без 20 бенда подойдут далеко не всем. В общем, давайте посмотрим, насколько же данные аппараты между собой различаются. Вы на канале Smart Life. Поехали! В комплектации в обоих смартфонах вы найдете инструкцию, скрепку, кабель USB Type-C, а также на оба смартфона из коробки наклеена защитная пленка на экран, а вот что различается, так это зарядное устройство. В Neo 2 у нас на 65 ватт, в Neo 3 на 80, и также силиконовый чехол. Neo 2 поставляется матово-серым чехлом, а вот Neo 3 у нас идет силиконовый прозрачный. Оба смартфона у нас имеют по три вариации цвета. Как по мне, самое интересное решение как раз у Neo 3 синий цвет, а у Neo 2 зеленый. Но это, конечно, все уже индивидуальные предпочтения каждого. Диагональ смартфонов у нас практически схожая. Neo 3 немножко имеют большую диагональ, 6,7 против 6,62 у Neo 2. AMOLED и там, и там у нас присутствует. Повышенная частота обновления экрана, 120 Гц. Частота дискотеризации сенсорного слоя различается. У Neo 3 она немножко более высокая. Значит, что мы видим? Ну, олеофобочка и там, и там присутствует хорошего качества. Горелый глаз пятого поколения, 2,5D технология применена, естественно. Как видите, в верхней части у нас различается вырез по фронтальную камеру. У Neo 2, как по мне, более удачное расположение в левом верхнем углу, а вот у Neo 3 по центру фронтальная камера. Но, опять-таки, это тоже больше на любите. Кому-то нравится одно, кому-то больше нравится другое. Нижний подбородок, ну, практически схожий, но мне кажется, что у Neo 3 он немножко самую малость поменьше. Там, может быть, на 1 мм, если не меньше. На верхней грани мы видим у Neo 3 есть дополнительная такая вот перфорация для более грамотного распределения стерео, а также и там, и там микрофон громкой связи либо шумоподавления в обоих случаях у нас присутствует. Нижняя грань у нас идентичная. Что у нас имеется? По центру разъем для подзарядки, также перфорация для разговорного динамика, отверстие под разговорный микрофон и также в обоих случаях у нас есть лотки под сим-карты. Лотки под сим-карты тоже у нас одинаковые, с такой вот резиновой прослойкой сейчас сфокусируемся для того, чтобы туда мусор не попадал, и под две наносим-карты. И там, и там различий, в принципе, никаких нет, так что тут все у нас идентично. Так, хорошо, с правой стороны у нас в обоих аппаратах расположилась кнопка управления питанием, и с левой стороны в обоих случаях у нас кнопки регулировки громкости. Сканер впечатков пальцев у нас здесь подэкранный, то есть и там, и там он расположился под экраном. Так, ну, по материалам корпуса у нас также полный паритет. Задняя крышка выполнена из стекла, ну, в принципе, такое стекло не сильно отпечатки пальцев заметны, я бы так вот сказал, в синем и зеленом исполнении. Боковая грань у нас выполнена из пластика. То есть тут у нас и там, и там идет пластик, различий особых я не заметил. Да и вообще, вы знаете, вот так вот по дизайну, по эргономике и по габаритам практически два абсолютно идентичных смартфонов. Как видите, у нас сзади немножко по-разному надписи и полоски сделаны, но опять-таки в сером исполнении смартфоны очень схожи. Единственное различие, это, конечно, блок камер. Как видите, тут у нас блок камер немножко различается, по-разному он скомпонован. Тут вроде как две отдельных вспышки, тут у нас вспышка совмещенная, два объектива внизу, тут у нас объективы немножко расположились по-разному. Ну, не знаю, в принципе, и там, и там смотрится достаточно элегантно, красиво. Ну, а там, в принципе, это уже индивидуальное дело каждого предпочтения по вкусу, какой дизайн больше нравится. Могу сказать, что по эргономике они одинаковые. Я каких-то таких вот различий, если закрыть глаза, вы не сможете ощутить какие-то различия, несмотря на то, что здесь диагональ, самая малость вроде как побольше, но ведь из-за подбородка, может быть, это вот только нижний подбородок, самая малость отличается от того, что у Neo 2 он побольше, и за счет этого так по габаритам они, в принципе, практически идентичны. По сборке полный порядок, никаких дефектов ни в одном смартфоне не замечено, то есть все собрано нехорошо, тут нареканий нет. Давайте оденем комплектный силиконовый чехол оба смартфона. Ну, лично мне больше нравится силиконовый чехол, скажу честно, вот такой вот в сером исполнении. Но, с другой стороны, в сером исполнении не будет видно задние крышки смартфона, так что, видите, вот если говорить за серый цвет, то, видите, тут неважно какой смартфон, он будет практически перекрываться, только блок камеры будет виден. Так что, в какой-то степени, может быть, прозрачный силикон будет и получше. Так что, это тоже, в принципе, каждому может понравиться свое. Плюс каждый может купить себе свой силиконовый чехол, либо прозрачный, либо непрозрачный. В общем, в целом, внешний вид и сборка оба аппарата различий практически в себе не имеют. Оба смартфона работают под управлением своей фирменной оболочки Realme UI, но на GT Neo 2 у нас более старая версия 2.0 на базе 11-го андроида. У Realme 3-го уже более новая, Realme UI 3.0, на базе 12-го андроида. То есть, видите, немножко посвежее прошивка, но вполне возможно, на GT Neo 2 тоже выйдет более новая Realme UI 3.0. Я думаю, что столько стоит подождать. Значит, в целом, прошивки схожи. Немножко, видите, иконки видоизменились, но сказать, что какие-то такие кардинальные изменения, лично я здесь не увидел. Давайте быстренько пробежимся по основным параметрам нашей прошивки. Зайдем в экран и яркость. Видите, немножко пункты по-разному расположились, но в целом функционал примерно тот же самый. То есть, можно режим экрана тут настроить более тонко по цветовому оттенку. Также у нас здесь повышение резкости видео. Тут какой-то режим HDR видео присутствует. Естественно, можно часто обновление экрана регулировать и там, и там. В принципе, не могу сказать, что где-то такие тут есть существенные различия. Темная тема и там, и там у нас присутствует. Сразу выделю то, что вот в лаборатории Realme почему-то в GT Neo 3 у нас нет функции 10-димминг. В Neo 2 есть, видите, пульсацию можно снизить. Здесь невооруженным глазом уже видно пульсация через камеру. Он как бы так вот я не вижу, но то, что нет функции 10-димминг, это большой как бы минус непосредственно GT Neo 3. Но об этом поговорим немножко позже. А также в звуки и вибрации, вот давайте я вам продемонстрирую, можно интенсивность вибрации менять. Немножко больше параметров по виброотклику присутствует у нас в GT Neo 2. В GT Neo 3 видите только два параметра. Вибрация при звонке и при уведомлениях. Виброотклик нет. Ну, как-то вот немножко по функционалу я бы сказал, что по программно-составляющей получается GT Neo 3 будет проигрывать, потому как параметров немножко побольше. А так, все иконки можно сделать как на рабочем столе, так и в меню вот таком вот выпадающем. Google сервисы все у нас предустановлены, присутствуют, все в порядке. FM радио ни там, ни там я не нашел. Компас, часы, все как бы стандартно. Верхняя шторка вот таким вот классическим образом. В принципе, тут особых видоизменений лично я не заметил. Все, в принципе, один в один. Звонилка у нас здесь от Google, поэтому запись звонков разрешена только уведомления, с кем вы разговариваете. Так, ну, давайте что вам продемонстрирую. Давайте очищаем приложение с памяти, вот по классической схеме. Все, очистили, запускаем одновременно Play Market. Так, тут вроде GT Neo 2 быстрее открыл. Тут тоже GT Neo 2. Тут вроде как одновременно. Ну, в общем, разница совсем-совсем минимальная, поэтому не могу сказать, что прям-таки вот как-то вы заметите такую большую разницу в этих смартфонах по программной составляющей. В общем, в целом, по ПО особых проблем нигде не замечено, но по функционалу небольшое преимущество. Все-таки у GT Neo 2 за счет DC Dimming и более тонких настройок вибрового клика все-таки имеется. Давайте сопоставим работу сканера шутков пальца. В обоих случаях сканер у нас здесь подэкранный и отрабатывает. Сразу могу сказать, что отлично. То есть подэкранные сканеры у Realme молниеносно работают. Функция Face Unlock тоже работает в обоих случаях одинаково хорошо. Просто тут у меня немного за штативом спрятался, но в целом я проверял, нареканий не вызывает. Face Unlock работает отлично. Далее. Значит, касаемо процессора. Значит, в GT Neo 2 у нас установлено 870, в Neo 3 Dimensity 8100 Max. 5 нм против 7 нм, 8-ядерный и там, и там. Графический чип Adreno 650 против Mali-G610MC6. Разрешение у нас здесь, ну, практически идентичное, с учетом того, что здесь диагональ немножко больше. Видите, 412, а тут 2400 пикселей. Плотность пикселей тоже у них соизмеримая. 120 Гц, напоминаю, HDR10. Видите, полный набор, как говорится, в этом плане все в порядке. Касаем оперативной постоянной памяти. В моем случае здесь у нас и 812256. Как и в GT Neo 2, там, по-моему, только есть 828, либо 12256. Здесь у GT Neo 3 набор немножко больше. Касаемо датчиков. NFC у нас здесь присутствует. Все в порядке. Да и остальной набор датчиков также у нас здесь соизмерим. Магнитный сенсор, компас, гироскоп, освещение, приближение. Приближение не цифровое, отрабатывает отлично. То есть, в этом плане тут у нас полный порядок. Мультитач в обоих аппаратах на 10 касаний, но вот часто дискатизация сенсорного слоя немножко различается в пользу Neo 3, но опять-таки разница, я думаю, что не будет сильно заметна. Касаемый Wi-Fi, он у нас здесь двухдиапазонный. Поддержка полосы в 5 ГГц там и там, естественно, есть. И через 4 сены сигнал пробивает в обоих случаях одинаково хорошо. Теперь смотрим на результаты тестов Antutu. Как видите, тут у нас DMS немножко вырывается вперед, точнее, немножко почти на 100 тысяч баллов. Отрыв у нас составляет от 870 дракона. Но опять-таки, в реальности не сказать, что это будет прям-таки сильно ощущается. Geekbench 5 версии, это у нас процессорные возможности. Смотрите, в однодерном тесте немножко 870 вырывается вперед, а вот в многоэдерном напротив Dimensity существенно обходит тот же 870 дракон. Далее посмотрим на графические возможности. На примере теста Wide Life смотрим. Здесь, видите, GTN-L2 вырывается вперед и такой вот отрыв достаточно немаленький. Но с другой стороны, в графическом тесте Wide Life Extreme тест-тест на устойчивость больше показатель у нас непосредственно у Dimensity 8100. Как-то парадоксально получается, но обращаю внимание, то что устойчивость все-таки у 870 будет постабильнее. Видите, тут он практически не просел, а вот здесь просадочка небольшая присутствует. Но опять-таки, он и стартует лучше, и видите, минимальное значение худшего цикла все равно у Dimensity будет получше. Так что по графическим возможностям, ну как-то вот все-таки получается, Dimensity будет вырываться вперед. Далее посмотрим на KPU Throttling Test. 100 потоков, 60 минут, как обычно. Тоже тут Dimensity немножко будет обходить 870, то есть стартует он на более высокие значения. Минимальное значение у него тоже более низкое. Ну и среднее значение тут у нас у Dimensity от 870 будет вырываться вперед. Далее посмотрим на показатели теста скорости оперативной постоянной памяти. Тут 870, видите, немножко лучше себя показал по чтению и записи постоянной памяти, и по оперативной памяти. Но с другой стороны, не забываем то, что тут у нас версия 12.156, а тут 828, поэтому, может быть, еще из-за этого сыграла такая вот роль по скорости. Хотя, ну, не исключаю, что, может быть, все-таки скорость у 870 тут будет получше. Теперь касаемо экрана. Сразу обращаю ваше внимание, то, что, как я уже говорил, у нас нет функции устранения мерцания DC Dimming в GT Neo 3. Это, конечно, существенный такой вот недостаток. То есть пульсация тут вот, давайте, на вот такой вот светлой картинке уже заметна. И вот по пульсации, обращаю внимание, что с функцией DC Dimming тут все у нас в порядке. Вообще пульсация практически минимальная. Здесь же, ну, вот даже на средней яркости пульсация немаленькая, немаленькая, в районе 64%. Если вот где-нибудь вот так, вот так пульсация еще будет более заметна. Здесь же при функции устранения мерцания DC Dimming пульсация, ну, практически вообще не видна. Видите, вот камера ее практически не передает. Так что, если у вас устает зрение от, ну, как бы, пульсации, у вас есть чувствительность к AMOLED-экранам, то, ну, я бы Neo 3 вам не рекомендовал, потому что Neo 2 в этом плане будет существенно ворваться вперед. Но, но, друзья, у GT Neo 3 есть преимущество в плане от световой гаммы. Все-таки я вот заметил то, что здесь немножко от световой гаммы получше. Вроде бы как здесь HDR10, ну, точнее, 10-битная картинка, здесь вроде как 8-битная картинка. Ну, не знаю, насколько это правда, но я вот все-таки немножко заметил. Градация все-таки у GT Neo 3 будет получше. И обращаю ваше внимание на показатели яркости. Вот по яркости Neo 3 вырывается вперед, то есть он и на ярком солнце более высокие значения выдает, и минимальные значения у него более низкие, 0.64 против 0.76 у GT Neo 3. Так что видите, тут, если у вас усталости зрения не наблюдается от аморита крана, шим для вас не так важен, то вот Neo 3 будет ворваться вперед за счет того, что у него все-таки показатели яркости, ну, более высокие. И в ручной, и в автоматической яркости, и минимальные значения у него более низкие. Так что, ну, у каждого смартфона, как говорится, есть свои преимущества. Если здесь был DC Dimming, то вообще суперидеальный экран, я бы так вот сказал. Но вот, к сожалению, DC Dimming нет. Может быть, конечно, в будущих обновлениях появится данная функция, но мне что-то подсказывает, что вряд ли она будет. В общем, в целом, по экрану, экраны, ну, соизмеримые, но вот видите, у каждого есть свои преимущества. Если вы делаете ставку на яркость дисплея и насыщенность, ну, и цветовую такую вот палитру, то все-таки Neo 3. Если делаете ставку на безопасность вашего зрения и усталость в темноте, то GT Neo 2 это ваш выбор. Оба смартфона работают в 2, 3 и 4G сетях, имеют поддержку всех необходимых бэндов, включая поддержку сетей пятого поколения. Так что в этом плане здесь полный порядок. Здесь, конечно, будете брать глобальные версии. Китайские версии, напоминаю, у нас без поддержки 20-го бэнда в 4G сетях. Значит, качество разговорной динамики и микрофона в обоих случаях одинаково хорошее. Я разницу, честно сказать, не услышал. Собеседник слышал меня и там, и там одинаково хорошо, и я также собеседника в обоих случаях слышал отлично. Звучание в наушниках. IPTX поддержка кодека есть в обоих смартфонах, высвечивается поддержка IPTX. Проверял, у меня наушники с этим кодеком имеются. Несмотря на то, что многие говорят, что на Demensity MediaTek чипах нет поддержки IPTX, но, не знаю, вот здесь есть. Послушал звук в наушниках, и вы знаете, мне даже больше понравилось звучание непосредственно на GT Neo 3. Может быть, по запасу громкости GT Neo 2 вырывается немножко вперед, но вот как-то о полной балансировке частот мне вот Neo 3 понравился больше. Хотя, опять-таки, в настройках можно тонко все подкалибровать под ваши индивидуальные предпочтения, потому что кому-то нравятся преобладающие басы, кому-то такие вот высокие частоты. Так что, в принципе, по звукон наушниках, ну, можно поставить паритет. А вот теперь давайте проверим звучание внешних динамиков. Стерео в обоих случаях у нас присутствует, то есть задействуется не только основной динамик, но и разговорный. Давайте послушаем, насколько разница в стерео ощущается. Ну, что могу сказать, друзья? Друзья, если вы не услышали разницу, то, может быть, просто микрофон не передал весь этот звуковой спектр. Но я вам скажу честно, разница слышна. По звуковому спектру ощущается, что в GT Neo 3 динамики более высокого качества. Как-то вот ощущается средняя частота здесь получше, да и низы мне здесь понравились больше. Так что, по звуковому динамику я бы отдал предпочтение GT Neo 3, потому что тут стерео более такой вот, наверное, равномерный за счет дополнительной перфорации. И ощущается, что вот динамики более высокого уровня, чем у GT Neo 2. Тут тоже, в принципе, динамик нормальный, но вот до GT Neo 3 не дотягивает. Так что, по динамику внешнему однозначно победа у Neo 3. Далее давайте сопоставим работу GPS-модуля. Как видите, оба смартфона определяют спутников достаточно большое количество. GPS-глонас и BDO-поддержка и там, и там у нас есть. Но вот если говорить о фаворите, я бы отдал предпочтение Neo 3. Как-то он быстрее определяет спутники, и, как видите, количество спутников у него немножко больше. Так что, по навигации проблем нигде нет, ни там, ни там. Но небольшое преимущество у Neo 3 за счет более быстрого определения и количества спутников имеется. Касаемо игровых возможностей, то здесь отлично себя смартфон проявляет. Dimensity 8100 в игровом плане, ну, показывает себя даже получше 870-го, как мне показалось в исполнении с Neo 3. Потому как я вот во всех играх современных не заметил каких-либо проблем. То есть Genshin Impact на ультрах при комфортнейшем образом себя ведет. Никаких просадок при долгом геймплее не наблюдается. Это касается и всех остальных игр. И PUBG на максималочках, и танки, и все другие современные игры на максималках себя здесь проявляют отлично. Так что в этом плане тут полнейший порядок. И каких-то проблем я, честно сказать, вообще не заметил. То есть с играми смартфон себя проявляет хорошо. Да и по нагреву тут тоже все в пределах нормы. В чехле вообще дискомфорта не испытываешь. Без чехла, ну, как бы там в районе 39 градусов, 40, это не сильно высокие значения. Так что в этом плане тут у нас все хорошо. GT Neo 2 тоже показывает себя в игровом плане хорошо. То есть в принципе такие вот современные игры на максималках при комфортнейшем образом себя ведут. То есть и Genshin Impact, и танки там всякие, и PUBG. Но, ну, как-то мне показалось то, что при долгом геймплее все-таки вот Neo 2 немножко не так стабильно себя показывает, как тот же Neo 3. Так что мне кажется, если я вот выбирал бы смартфон для игр, я бы, наверное, все-таки отдал предпочтение Demensity 8100, чем 870-му дракону. Но опять-таки разница между ними настолько минимальна, что я бы сказал, что без счетчика FPS она вряд ли будет сильно заметна. Так что в принципе оба смартфона в игровом плане будут примерно наравне. Давайте сопоставим яркость фонариков. Это у нас Neo 2 в районе 200 люкс выдает. И Neo 3, ну, может быть, самую малость побольше, там 210 люкс. То есть в принципе разница не столь ощутима, чтобы акцентировать на этом внимание. А теперь касаемо камеры. Значит, основная камера у Neo 2 у нас на 64 мегапикселя от компании Samsung. Neo 3 может похвастаться 50-мегапиксельным сенсором от компании Sony. Но у Neo 3 есть преимущество то, что этот сенсор у нас с оптической стабилизацией. Широкогольник и там у нас на 8 мегапикселей. Также есть 2-мегапиксельный макрообъектив. Ну, а так, в принципе, больше ничего такого. Значит, что можно сказать по камере? Ну, вы знаете, друзья, тут у каждой камеры есть свое, я бы сказал, небольшое преимущество. Я вот сравнивал. При дневных снимках, в принципе, разница в стандартном режиме не столь ощутима. Но вот я бы, наверное, предпочтение отдал у Neo 2. Все-таки 64 мегапикселя, особенно в режиме повышенного разрешения, однозначно выигрывает у 50 мегапикселей у Neo 2. Но вот в ночных сценах мне показалось, что все-таки немножко почетче снимки получаются у Neo 3. Так что тут, смотря в каких локациях и где вы фотографируете. А вот по видеозаписи я бы однозначно отдал предпочтение непосредственно Neo 3. Все-таки тут и оптическая стабилизация, и как-то вот заметно лучшее качество у нас с Neo 3 идет. 4К разрешение 60 кадров в секунду можно снимать. Здесь также, видите, 4К 60 кадров в секунду. Но вот в ночных сценах мне показалась видеосъемка на Neo 3 все-таки получше, чем у Neo 2. Так что, видите, если говорить по фото, по детализации, вроде бы как Neo 2 выигрывает за счет 64 мегапикселей. А вот по видеочасти я бы, напротив, отдал предпочтение Neo 3. Так что, что для вас важнее, выбирайте. А фронтальная камера, в принципе, у обоих смартфонов примерно одинаковая. На 16 мегапикселей. И вот тут особой разницы я не заметил. Видеозаписи там и там, в принципе, хорошие. Немного различается угол захвата, но не сильно это будет вам заметно. В общем, смотрите примеры фото и видео и оценивайте сами. Давайте произведем сравнительный тест наших камер. Запись видео производится в 4К разрешение 30 кадров в секунду на обоих смартфонах. Давайте посмотрим на работу автофокусировки. Как фокус все показывают в разных смартфонах. Вроде бы как неплохо. А теперь давайте пройдемся, посмотрим, насколько хорошо отрабатывает стабилизация в разных смартфонах. Где-то лучше, где-то хуже на себя показывает. Далее давайте зуммирование произведем. На одном смартфоне у нас 10-кратный зум. На другом максимум 5-кратное приближение. Можете посмотреть разницу детализации. Ну, что бы сказать, в принципе, качество видеозаписи в обоих смартфонах достаточно неплохое, но небольшая разница все-таки ощущается. А теперь давайте переключимся в режим 60 кадров в секунду в 4К разрешении. Сразу давайте посмотрим на работу автофокусировки. Вроде как фокус тоже нормально себя в целом показывает. Пройдемся, посмотрим на рабочую стабилизацию. Где она есть, где нет, насколько ощущается. Ну, смотрите сами. В принципе, 60 кадров в секунду тоже в обоих смартфонах очень даже рабочее, я бы так сказал. Ну, и напоследок, Full HD разрешение 30 кадров в секунду. Такой вот у нас универсальный стандартный режим. Пройдемся, посмотрим на стабилизацию. Тут уже, по-моему, в обоих смартфонах по стабилизации полнейший порядок. Ну, в общем, в принципе, Full HD 30 кадров в секунду. У оба смартфона различий, по сути, стабилизации, детализации особо вы, наверное, не увидите. А теперь давайте сопоставим запись видео с фронтальных камер. В обоих смартфонах у нас поддерживается Full HD разрешение 30 кадров в секунду. И в обоих аппаратах у нас есть рабочая стабилизация. То есть картинка особо не дрожит при ходьбе. Так что для селфи-видео оба смартфона использовать можно. Немного различается угол захвата, но, мне кажется, это не сильно принципиально. Давайте произведем сравнительный тест в условиях недостатка света. Снимаю сейчас режим искусственного интеллекта. В Full HD разрешение 30 кадров в секунду. Давайте пройдемся, посмотрим на расколках хорошо работает стабилизация. По-моему, и там, и там стабилизация работает одинаково хорошо. Теперь давайте посмотрим на фокусировочку. Как фокус отрабатывает. Вроде бы как тоже нормально. Ну и давайте вот еще другое контровое освещение поснимаем. Посмотрим, как оно сильно хорошо снимает или плохо. И давайте зуммирование сначала. Ага, зуммирование в режиме искусственного интеллекта не производится. Так что, видите, режим искусственного интеллекта только без каких-либо приближений работает. А теперь давайте переключимся в режим 4К разрешения в ночной съемке. Давайте пройдемся, посмотрим, насколько стабилизация хорошо отрабатывает при 4К разрешении. Тут уже зуммирование можно производить. Давайте вот сделаем зум на одном смартфоне. Десятикратный зум. И на втором максимум пятикратный зум у нас. Вот, можете посмотреть различия в зуммировании. Ну, в общем, в принципе, качество видеосъемки тоже различается. Кому что больше нравится, пишите в комментариях. Я пока воздержусь от комментариев. Посмотрю на компьютере, насколько различие будет ощутимо. Но теперь давайте перейдем к сравнительному фотоанализу. Начнем с широкоугольного объектива. Как видите, угол захвата обоих аппаратов идентичный. Тут различий не наблюдается. Делаем кроп. По детализации, в принципе, все плюс-минус на одном уровне. Но вот по экспозиции видно то, что немножко Нео 3, ну, как по мне, экспозиция темноватая. Вот как-то Нео 2 мне с ним понравился больше на этой сцене. Давайте рассмотрим другую локацию широкоугольного объектива. Опять-таки, сделаем кроп. И тут по широкоугольнику, ну, тоже как-то вот лично мне больше нравится Нео 2. Нео 3 немножко то ли резкости не хватает, то ли как-то освещение не так выразительно прорисовало дом. Но вот как-то по широкоугольнику я небольшое преимущество при снимках отдам Нео 2. Теперь перейдем к основному объективу. Тут уже, в принципе, по экспозиции сохраняется примерный паритет. Давайте сделаем кроп. И вот на кропе однозначно есть преимущество у Нео 2. Как-то снимок получился более резкий, более проработанный, детализированный. На Нео 3 снимок получился, ну, какой-то такой вот более размытый. Может быть, конечно, он сфокусировался на дереве, но вот нет. Нео 2, видите, тоже и по листве, и по дереву все-таки будет немножко вырываться вперед. Как-то вот по дневным снимкам Нео 2 с основного объектива также преимущество имеет. Давайте другую локацию рассмотрим. Еще снимок с основного объектива. Делаем кроп. Ну да, да, действительно, как-то вот Нео 2 снимки получаются более резкие, более проработанные. Может быть, конечно, кому-то нравится снимок больше на Нео 3, но не знаю. Лично я бы предпочтение отдал Нео 2. Ну вот, есть такая вот закономерность. Не могу сказать, что снимки на Нео 3 плохо получаются, но как-то вот на Нео 2 мне по резкости они нравятся больше. А вот если переключимся в режим повышенного разрешения в 50 и 64 мегапикселя, то тут разница между Нео 2 и Нео 3 просто катастрофичная. Смотрите, тут вообще сплошное мыло. Здесь можно даже прочитать, какое меню у нас есть в этой такой вот забегаловке. Ну, что могу сказать? Смотрите, друзья, видите, молочный коктейль, гарниры. Тут вы что-нибудь можете прочитать? Тут, по-моему, ничего невозможно прочитать. Так что режим повышенного разрешения однозначно за Нео 2. Далее перейдем к ночным сценам. Опять-таки начнем с широкоугольного объектива. Ну, смотрите, как-то вот по цветотипу мне больше нравится Нео 2, чем Нео 3. Давайте сделаем кроп. В принципе, широкоугольника в ночных сценах многого ожидать не приходится, но, по крайней мере, рассмотреть можно. Ну, вот видите, как-то вот по насыщенности, по таким вот тонам мне больше нравится Нео 2. Так что тут также есть небольшое преимущество у второй версии. Далее перейдем к снимкам с основного объектива в ночных сценах. И вот здесь Нео 2, как по мне, излишне желтит. Хотя вот глазу, наверное, более приятная картинка с Нео 2. Но в реальности Нео 3 отображает более естественную картину. Давайте приблизим и посмотрим, что у нас здесь по детализации. В принципе, плюс-минус на одном уровне. Как-то по уровню детализации не могу сказать, что какой-то смартфон прям-таки сильно вырывается вперед. Оба аппарата в ночных сценах себя проявляют очень даже хорошо. Но вот по цветовому оттенку, конечно, различие очень большое. Хотя, может быть, режим искусственного интеллекта в Нео 2 более желтит. И если его брать, то ситуация выровняется. Давайте еще одну ночную сцену рассмотрим с основного объектива. Сделаем кроп. И видим то, что, в принципе, по детализации особо больших различий между аппаратами я не наблюдаю. Оба смартфона, в принципе, справляются с ночными сценами на одном уровне. Тут, видите, как-то немножко лучше проработал Нео 2, вот эту звездочку, чем Нео 3. Так что раз на раз не приходится. Немножко различается, опять-таки, цветовая температура. Нео 2 более желтит. Но, опять-таки, в настройках, мне кажется, при желании это все можно подкалибровать. И напоследок еще одну такую вот локацию я сфотографировал. Контровое освещение. Ночной снимок у нас получился. Светлые участки сцены, в принципе, проработаны примерно на одном уровне. Давайте посмотрим на плиточку. А вот здесь плиточка немножко хуже на Нео 2 получилась в сравнении с Нео 3. Но если говорить за такие вот темные участки сцен, то напротив. Видите, на темных участках сцен лучше проработал Нео 2. Так что тут каждому свое. Более естественная картинка у нас получается на Нео 3, я бы так вот сказал. На Нео 2 снимок получился более такой вот проработанный в темных участках сцен. Далее перейдем к снимкам с фронтальных камер. Делаем кроп. В принципе, по детализации, ну, не знаю, мне кажется, Нео 3 немножко вырывается вперед. Как-то вот брови здесь более детализированно проработались. Нео 2 немножко смазанный получился. Но не сказать, что разница прям-таки сильно большая. Теперь давайте сопоставим портретный режим. В принципе, алгоритмы обработки размытия заднего фона у обоих смартфонов стоят примерно на одном уровне. Ошибки, конечно, имеются, но они не катастрофичные. И ночной снимок с фронтальной камеры тоже выявляет победителя в лице Нео 3. Немножко все-таки фронтальная камера на Нео 3 получше себя будет показывать. Скорее всего, из-за более нового процессора, алгоритма обработки на Demensity лично мне в ночных локациях нравится больше. Емкость встроенных аккумуляторах составляет у нас 5000 мАч. И давайте посмотрим на результаты разряда смартфонов в разных условиях. Сколько они теряют за 10 часов воспроизведения видео по Wi-Fi на YouTube при средних показателях яркости. А также сколько производится разряд за час игры при средних настройках яркости у Asphalt 9. И также сколько теряют аппараты у нас за ночь при активной сим-карте. Как видите, показатели у них равнозначные. Какой-то разницы существенной вы здесь и не увидите. Оба аппарата по автономности себя проявляют отлично, так что в этом плане тут у нас полнейший порядок. А вот скорость зарядки немножко различается. За счет того, что у Нео 3 у нас 80-ваттное зарядное устройство, заряжается он самую малость быстрее. Но не сказать, что разница сильно заметна, так что в целом оба смартфона по скорости зарядки также вас не разочаруют. Итак, друзья, давайте подводить итог. Как всегда, для того, чтобы вывод был более наглядным, структурированным и объективным, воспользуемся наше сравнительной таблицей со всеми характеристиками. А что же могу сказать про Нео 3? В целом аппарат получился очень даже хорошим. И в какой-то степени, если говорить за наследника Нео 2, он его обошел по некоторым параметрам. В частности, по производительности Dimensity 8100 все-таки, как по мне, будет превосходить 870-ый дракон. Как по игровым возможностям, так и по синтетическим различным тестам. Ну, в общем, в целом, лично мне показался этот процессор более таким вот интересным. Я бы себе, по крайней мере, между этими двумя процессами выбирал именно Dimensity 8100. Также, кстати, это было заметно именно в алгоритмах обработки видеозаписи, ночных фотографий. То есть, все-таки, небольшое преимущество у Нео 3 перед Нео 2 присутствует. Хотя, в дневных снимках, напротив, Нео 2 будет немножко получше себя показывать за счет большего разрешения камеры. Еще по достоинствам Нео 3 можно выделить хорошее стереозвучение, которое превосходит Нео 2 в этом плане. Но и недочеты у него также имеются. В частности, вот по отсутствию функции 10-димминг. То есть, пульсация шим у него достаточно немаленький. Нео 2, напротив, может похвастаться 10-димминг. В этом плане, вот, Нео 3 немножко сплоховал, немножко сплоховал. Но, с другой стороны, зато у него яркость повыше и минимальный порог яркости тоже, вроде бы, как немного ниже. Ну, так что, в общем, в целом, в принципе, смартфон интересный. Однозначно стоит того, чтобы присмотреться к данной модели смартфонов. Тем более, что сейчас Нео 2 найти на Алиэкспресс в глобальной версии очень проблематично. И вот такая вот замена в лице Нео 3, мне кажется, будет очень и очень интересно. Если говорить, стоит ли переходить с Нео 2 на Нео 3, ну, мне кажется, наверное, не стоит. В принципе, и Нео 2 вполне сейчас актуальный им достойный аппарат. Ну, а там, свое мнение касаемо данного устройства пишите в комментариях. Также не забывайте принимать участие в вопросах ВКонтакте и ставьте лайки, если хотите поддержать данный канал. На этом большое всем спасибо за внимание, не болейте и до скорых встреч в будущих обзорах! Субтитры сделал DimaTorzok